Сейчас идет поглаживание. Сейчас будем наносить масло и будем приступать к растиранию. Классический спа и массаж лица – три обязательных задания для участников чемпионата по массажу. Они признаются, что выполнить их на отлично крайне сложно. У меня ошибки в этом году – это темп работы. У нас маленько темп отличается в санатории, потому что у нас там идет поток людей. И темп здесь. Здесь должен быть темп более классический, спокойный. Судейская коллегия из разных городов и медицинских школ России строгая придирчива. Она учитывает не только технику и темп массажа, но и готовность молодого специалиста к обучению новым методикам. Эксперты говорят, настоящий профессионал – тот, кто за максимально короткое время может оказать пациенту целый комплекс оздоровительных услуг. Если раньше человек делал всю жизнь тайский массаж и был счастлив, то сейчас он должен не исполнять тайский массаж, а приходит конкретный человек с конкретным запросом. Он должен продиагностировать, он должен уточнить запрос, уточнить его время. И исходя из этих условий, здесь и сейчас оказать ему комплексную помощь, которая будет и в виде массажа, и в виде упражнений, в виде инструментальных воздействий каких-то. А вот главная заповедь для тех, кто работает в медицине, остается прежней – не навреди. Ею зачастую пренебрегают так называемые серые косметологи. На 10 пациентов, которые приходят в клинику, которые получают процедуру, один приходит с осложнением, и он занимает большее количество времени. Осложнения бывают разные – от отечного синдрома до нагноения мягких тканей лица. Прежде чем согласиться на ту или иную процедуру, эксперты советуют убедиться в наличии лицензии, прочитать инструкции к медпрепаратам и проверить их легальность на сайте Росздравнадзора. Бдительность, подчеркивают специалисты, обойдется гораздо дешевле, чем восстановление здоровья и возмещение морального вреда. Так, максимальный штраф для учреждений, оказавших некачественную услугу – 50 тысяч рублей, для домашних косметологов – и вовсе 2,5. Елена Макаренко, Алексей Фризин. Наши новости.